привет с вами арталаски добро пожаловать на мой канал по созданию игр ну а также во вторую часть курса по 3d max однако она все еще для новичков поэтому не обольщайтесь а вообще кстати я вам рекомендую скачать мой набор так сказать а горячих клавиш и вообще интерфейс и чтобы самому не париться и нудно их не выставлять а конечно я тут кому как удобно но тем не менее я подобрал самые оптимальные опять же на мой взгляд горячие клавиши чтобы было работать с определенными функциями программы более удобно и более быстро а в случае когда вы уже более-менее разберетесь вы сможете всегда настроить под себя как это будет удобно вам а первое время можно воспользоваться и чужими наработками для этого идем во вкладку кастом айс кастом айс юзер интерфейс теперь просто нажимаем кнопку вот переходим в место где вы скачали и просто выбираем если же вы захотите сразу настроить под себя нужные горячие клавиши то в этой менюшке мы можем выбрать необходимый нам раздел категорию а здесь уже на каждое действие мы как бы вот так выбираем и здесь вход кей уже вводим нужные нам клавиши вот но опять же я сейчас ничего делать с этим не буду итак давайте создадим какой-нибудь примитив допустим цилиндр это один из самых частых примитивов которые мы будем использовать поэтому остановимся на нем чуть более подробно а сейчас он немножко угловатый нас интересует такой параметр как сайт то есть количество сторон и чем больше соответственно здесь сторон тем более сглаженным он будет остановимся на 12 так нет 12 до этого было давайте 18 а значит если у нас здесь бывает такое что не меняется то есть допустим уже а сняли выделение и все а пропало а переходим на вкладку модификаторов она у нас находится здесь вот скрыт 2 мы можем поменять значение уже здесь а для игровых моделей я ставлю разрешение это ведь точнее количество сторон до 30 то есть но 30 это уже достаточно много очень редко когда делаю модели в которых больше 30 сторон на цилиндре пока что поставим почти в два раза меньше на 16 вот нам сейчас 16 вполне хватит теперь наконец давайте приступим к моделированию все что нам сейчас нужно если вы вставили те горячие клавиши это нажать alt t и у нас здесь сразу появится editable поле то есть редактируемый полигон ну почти а теперь во вкладке selection мы можем выбрать один из видов ады сказать выделения 1 это выделение вершин когда мы на него переключаемся кстати это клавиша 1 то у нас появляется вот эти вот синенькие точки на каждых искать остыках это и называется вершинами мы можем их выделять и двигать но здесь нужно быть аккуратным бывает момента что мы вот так вот удачника повернем также вот так вот выделим и можем а допустим не заметить начать что-то двигать и потом заметить что у нас здесь тоже подвинулась хотя мы здесь вроде бы ничего не выделяли а дело в том что здесь действует искать сквозное выделение давайте нажмем alt x чтобы сделать модель прозрачной и когда мы выделяем вот так вот прямоугольником то задеваем как раз и вот эти вот вершины а чтобы этого не происходило ставим здесь галочку ignore back facing то есть игнорировать те полигоны и вершины и вообще все остальное что мы выделяем а если мы этого не видим то есть допустим за вот этой вот частью нам те вершины не видны сейчас если мы его снова выделим то как видите они у нас остались не выделенными и даже если я сейчас сделаю модель прозрачной то будет выделяться только вот эти вот передние вершины но и не стоит забывать ее отключать то что бывает еще и другой момент нажму сейчас клавишу l чтобы появилась проекция слева и приближу так допустим я хочу выделить все вот эти вот вершины так же вот их выделяю просто обычным прямоугольником и хочу их сразу опустить и казалось бы все опустилась нормально окей да все таки с перемещением это еще работает адекватно но давайте допустим мы выделим сейчас за грани а то есть обычно я могу вот так вот просто выбрать прямоугольником вот так вот и они все выделиться но как видите выделилась только та половина которую мы выделили однако если эту галочку отключу выделиться абсолютно все это можно использовать как прием для работы а также это может быть и ошибкой особенно для новичков допустим я захочу создать разделяющие такое ребро как бы разделить пополам а для этого кстати есть у нас здесь кнопка connect и мы создали вот это вот собственно ребро но если я поверну то увижу что она создалась только на половину того что мне было а выбрана именно половина объекта то есть а половина этих ребер так что стоит не забывать об этом потому что на первых парах это может быть достаточно частым косяком сошка как вы уже поняли второго варианта выделения у нас как раз вот эти грани а с ними тоже достаточно удобно работать и они естественно на клавишу 2 а на клавишу 3 у нас уже будет граница на клавишу 4 полигон и на клавишу 5 у нас будет целый объект и мы их все сейчас а еще успеем разобрать а пока что переключимся на клавишу 4 то есть на полигоны и вот эти вот верхушки мы просто удалим а что удерживая control можем выбирать сразу несколько полигонов нажимаем дали ты у нас получилась вот такая вот пустая труба можно сказать а теперь можно переключиться и на границу то есть клавиша 3 границы выделяет полностью как будто есть вот линия а где отсутствуют полигоны то есть допустим и сейчас даже вот отсюда уберем нажмем на границу и у нас выделится вся вот эта вот часть то есть как бы то есть как бы граница может выделять либо отверстие а либо полностью объект если вот он как раз вот такого вида окей нажимаем control z чтобы вернуть это все обратно а и теперь значит давайте выделим все все эти полигоны нажмем клавишу 4 и просто вот так вот прямоугольником их выделим но как видите у нас задняя часть не выделяется дело в том что у нас включен ignore back facing то есть игнорировать заднюю сторону полигонов это даже пожалуй будет более правильное определение а значит у каждого полигона есть две стороны как бы передняя и задняя и даже тот же самый полигон я уже не смогу выделить с обратной его стороны а с включенной вот это вот галочкой если эту галочку отключу то пожалуйста окей все это выделяем и теперь держу shift а я вот так вот этот объект повыше сделаю у нас есть два варианта а либо планировать его как элемент а то есть элемент вот этой конкретной модели а либо как отдельный объект если я проклонирую его как элемент то я смогу редактировать его как отдельную модель то есть одну единственную модель из вот этих вот отдельных моделей тем самым я могу уже редактировать так сказать их вместе например вот так но не суть если же я сделаю немножко по другому допустим давайте вот также его выделю где-нибудь в сторону вот такую отодвинул я клон ту обжект то есть мы его клонируем уже как отдельный самостоятельный объект и можем даже как-нибудь его назвать а дело в том что при таком подходе я не смогу его редактировать то есть только вот эту вот модель обратите внимание что когда выделен любой из режимов выделения вы сможете работать только с конкретной моделью все остальные модели как бы в такой изоляции находятся а кстати если мы нуждаемся так сказать в более глубокой изоляции то есть допустим не нужно поработать чисто с вот этой вот моделькой чтобы вот это все мне просто не мешалось а есть сочетание клавиш alt q и она прячет все сторонние объекты кроме той модели которую мы выделили так как у нас это все единая модель то естественно у нас она не спряталась окей нажимаем alt q еще раз и у нас все возвращается на свои места чтобы постоянно вот так не выделять все полигоны у нас есть пятый режим выделения то есть объекты элементы даже если быть точнее просто нажав на какой-либо объект мы его полностью выделяем обратите внимание что если я соединю эти модели вот таким вот простым способом то при выделении элементы я уже выделю всю эту модель если же я отсюда уберу все вот эти грани то они будут как два отдельных элемента но при этом останутся единой моделью если вы хотите выбрать другую модель то сначала нужно выйти из режима выделения а сейчас у меня выбран режим выделения пятый элемент то есть на клавишу 5 если основу и нажму то я из этого режима выйду и смогу выделять уже другие объекты предположим я хочу теперь редактировать этот объект я на него переключаюсь и уже нажимаю нужный мне режим допустим сейчас я хочу отредактировать у него вершины нажимаю единицу и уже редактирую сразу именно вот эти вот вертексы окей давайте сделаем так чтобы все вот эти три цилиндра они были единой моделью для этого я сначала выделю через пятый режим выделения на самом деле это не обязательно но именно в этом режиме есть кнопка attach то есть присоединение нажимаю на него и выделяю те элементы которые хочу добавить в эту модель все теперь все эти элементы являются единой моделью окей теперь давайте сделаем так чтобы вот эта моделька была у нас на том же уровне что и вот эти две чтобы вручную вот так вот не сидеть не подгонять из 99% что у вас точно это все равно не получится а даже если ориентироваться так сказать на другие проекции тут кстати один из примеров использования все равно где то как то на 1-2 пикселя будет неровно поэтому я специально отодвинул ее подальше чтобы продемонстрировать такой элемент а точнее даже инструмент как привязки а называется он снапс углу если на него просто нажать то может показаться что ничего не произошло а также его можно включать выключать на клавишу S такая какая-то змейка вот а если нажать правой кнопкой мыши на саму иконку мы можем выбрать параметры так сказать привязки то есть мы можем привязывать например к вершинам то есть вот эти вот синенькие точки к перпендикуляру к определенному пивоту а то есть к сегменту либо грани и собственно к полигону в общем как видите здесь есть множество вариантов привязки а обычно самый удобный это вертекс окей пока что это окошко закрою и значит что мне нужно мне нужно выделить точнее навести вот этот вот крестик видите вот он бегает навести его на какой-нибудь вертекс и привязать его к одному из этих вертексов и все а теперь я просто отключу привязку нажав клавишу S еще раз и поднимаю его чуть повыше то есть как видите все очень просто подобные привязки очень полезны при создании модульных каких-либо тайлсетов так сказать то есть когда мы делаем допустим стенный пол потолок разрезанный на различные фрагменты и как раз благодаря таким привязкам их удобнее так сказать подгонять как по размеру так собственно и по форме что еще касается привязок можно также привязать еще и поворот давайте выделим все вот эту модельку то есть снимем выделение editable poly а чисто как просто модели так и теперь просто нажмем клавишу и чтобы включить поворот и сейчас когда мы будем вращать видим по цифрам что у нас то есть мы видим цифры мы видим градус на который опускаем поворачиваем и так далее а сейчас у нас привязка идет по 5 градусов а потому что у меня была включена как раз таки привязка на поворот снять и включить ее можно на клавишу а и тогда у меня будет прибавляться чисто по 5 градусов а так удобнее всего повернуть на те же 90 на 180 градусов то есть уже не промахнетесь что ж на этом вторую часть я думаю можно закончить в следующем мы уже будем моделировать оружие такое достаточно простенькое но тем не менее достаточно симпатичное которое я ставлю уже в свою игру ну а с вами был арталаски до завтра до завтра до завтра до завтра до завтра Субтитры сделал DimaTorzok